Россия – единственная страна, где всю полноту власти сосредоточили представители спецслужб. В российском варианте это чекисты. На их организации лежит ответственность за воплощение в жизнь политики государственного террора, унесшего и сломавшего десятки миллионов человеческих жизней. Только отчасти поддержку власти палачей можно объяснить массированной пропагандой и невысоким культурным уровнем населения. Причина коренится в вековых традициях российского государства, которое с момента основания зиждилось на тесном взаимодействии, склонной к террору власти с системой доносительства. Это основные духовные скрепы русского мира, сросшиеся подобно сиамским близнецам. Красной нитью доносов прошита вся история государства, государства российского. Благодаря наветам веками укреплялась властная вертикаль, достигшая апогея в государственном терроре сталинского тоталитаризма. И если кто-то думает, что все это осталось в прошлом, тот глубоко ошибается. 750 лет назад, благодаря доносам, Иван Калита стал главным собирателем Дани для Золотой Орды в северо-восточных землях бывшей Руси. Это событие – отправная точка зарождения государственности Московии. Успех окрылил. Кроме того, Москва высоко ценила эффективность Кляус и всеми силами поощряло доносительство. Стучали все, не считаясь родством или местом в социальной иерархии. На достигнутом никто останавливаться не собирался. Доносительство развивалось пропорционально росту московского государства. От Ивана Калиты до Ивана Грозного доносы подавали как «челобитные» или шептали «на ушко» государевым людям. Неумение большинства населения читать и писать серьезно тормозило дальнейшее развитие благого начинания. Для составления ябеды требовался писарь, услуги коего следовало оплатить. Лишние накладные расходы наведчиков стояли на пути развития общественно полезной деятельности московитов. Романовы усовершенствовали систему, возвели изветы в ранг государственной политики, оформив их в слово и дело государева. Поскольку грамотных людей на Москве водилось с Голькин нос, наветы разрешили подавать в устной форме. Уличный возглас «Слово и дело государева» должен был привлечь внимание служивых людей. Им вменялось в обязанность отреагировать на сигнал и доставить крамольника куда следует. А там ушлые палачи свое дело знали. Первые романовы не только поощряли наведчиков, но и наказывали чисто плюев, пренебрегавших делом государственной важности. Недонесение считалось государственным преступлением. Все, кто знал о крамоле, но не подал извет, подлежал смертной казни вместе с семьей. Стимуляция доносчиков оказалась настолько продуктивной, что приказ тайных дел, а затем и его наследника тайную канцелярию, буквально завалили наветами. Органы просто не справлялись с потоком информации. Страдало дело государственной важности. Дабы нормализовать работу учреждения, Петр I повелел допрашивать доносчиков и начинать розыск лишь при наличии веских оснований. Тогда же стали наказывать за ложный донос. Дабы благое начинание не зачахло, для поощрения кляузников ввели новые стимулы в виде доли имущества осужденного или в вольной для крепостного, донесшего на своего барина. Да и усилия Петра по просвещению России не пропали в туне. С ростом грамотности ябедничать стали в письменном виде. Перестал звучать на улицах истошный крик, слово и дело государева. Донос сделался тайным, что уменьшало вероятность мести родственников жертвы Навета. Кляузничество поощрял не только царизм, ибо при всем богатстве выбора альтернативы всему феномену в Российской империи не было и нет. Не такие русские времен царизма декабристы сразу после победы над самодержавной тиранией собирались создать Министерство государственного благочиния, аналог тайной канцелярии или прообраз ЧК, КГБ, ФСБ. С ростом революционного движения в Российской империи доносительство окрепло в рядах борцов с царизмом. Установлено, что на седьмой пражской всероссийской конференции РСДРП-Б, проходившей в январе 1912 года, из 28 делегатов, близких Ленину товарищей, минимум четверо работали на охранку. Провокаторы способствовали дальнейшему развитию доносительства, но у каждого явления есть обратная сторона. Стукачи начали вредить царизму. Провокатор охранки Мордехай Бодров застрелил министра внутренних дел Петра Столыпина. Стал хрестоматийным пример руководителя боевой организации эсеров Евна Азефа. Террорист и полицейский агент в одном флаконе с помощью доносов охранки устранял партийных конкурентов, а при помощи соратников по партии истреблял царскую администрацию. При этом получал денежное вознаграждение как от революционеров, так и от реакционеров. После разоблачения соратниками по террору Азеф отделался легким испугом, а через много лет спокойно умер в собственной постели. После большевистского переворота оказавшиеся в эмиграции чиновники охранного отделения назвали тайными сотрудниками своего ведомства коммунистических вождей Луначарского и Каменева. В свете этих данных становится понятным, почему сразу после свержения самодержавия революционные массы независимо от партийной принадлежности дружно ринулись уничтожать архивы полиции и охранного отделения. Большевики ликвидировали остатки архивов охранки, но не нарушили посконную традицию. Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца. С момента учреждения ВЧК контора развернула бурную деятельность по созданию разветвленной сети осведомителей. Доносчики даже получили специальное название сексот секретный сотрудник. Для популяризации стукачества большевистский режим не жалел ни сил, ни средств. Документальные кинохроники и игровые фильмы сталинской эпохи пестрели героями, разоблачавшими врагов народа. На партийных, профсоюзных, комсомольских и пионерских собраниях сообщения о врагах советской власти в наших рядах стали привычным ритуалом сборищ. С особым упоением коммунизм расклевал детские души. В качестве образца для пионерского подражания юным ленинцам внушали быть похожими на Павлика Морозова. Согласно коммунистической легенде, он заслужил славу и почет за донос на родного отца, за что погиб от рук кулаков. Сюжет настолько соответствовал национальному сознанию, что нашел отражение в российском фольклоре. На стене висит топор и простынка розовая. Мы с папашкой поиграли в Павлика Морозова. После падения коммунизма в странах-сателлитах СССР рассекретили архивы коммунистических спецслужб. Они свидетельствуют, что профессиональным стукачеством занимались не менее 1% населения соцстран. Архивы КГБ СССР засекречены и, вероятно, никогда не попадут в открытый доступ. Но если перенести пропорции стран Варшавского блока на советскую действительность, получается, что в Совдепии стучало не менее двух миллионов человек. Это минимум, ибо та страна шла впереди планеты всей, в том числе и по количеству стукачей. Семен Игнатьев, возглавлявший МГБ в 1951-1953 годах, оценивал количество советских сексотов в 10 миллионов человек. Доносительство не просто феномен российских нравов, но и целая система безнравственного воспитания. Своим детям стукачи привили мировоззрение, что сигнал, куда следует, помогает делать карьеру и добиваться успехов в обществе, ценящем кляузника. Чекисты вербовали стукачей, не покладая рук. За каждую вербовку полагалась премия в 100 рублей. Ничего личного, чисто бизнес. Явление породило целый пласт профессионального жаргона. Например, таких слов, как источник, сигнал, фигурант агентурного дела и им подобных. На пике наибольшего расцвета народного движения доносительства машина стукачества начала работать против коммунистической диктатуры. Этот момент блестяще отражен в романе Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Один из персонажей хвастается главному герою, что в целях борьбы с советской властью писал доносы на всех, кто мог принести реальную пользу сталинскому режиму. Благодаря простому карандашу он ликвидировал целую дивизию рьяных строителей коммунизма при прямой поддержке НКВД. Персонаж сатирический, но в каждой шутке есть лишь доля шутки. Благодаря синтезу доносительства с государственным террором диктатура псевдопролетариата уничтожало людей, которые могли реально развивать и укреплять Красную Империю. Массовое доносительство стало одной из причин деградации коммунистического режима. Крах коммунизма ничуть не сказался на состоянии Института стукачества. Первый руководитель КГБ в новоиспеченном государстве РФ Бакатин заявил, «Передача архивов на агентуру только через мой труп». Ему вторил первый директор ФСБ Степашин. Агентура была, есть и будет. Захватившие власть в РФ чекисты тщательно культивируют традицию доносительства, ибо без нее работать не умеют, не могут и не хотят. По данным Роскомнадзора, только за первое полугодие 2022 года поступило 144 835 обращений, на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Война с Украиной подхлестнула стукачей. Ябедничают все на всех, не считаясь ни с чем. В России оживает мрачная эпоха сталинизма. Тогда в компании из четырех человек, если кто-то рассказывал политический анекдот, то трое доносили куда следует в тот же день, четвертый на следующий. Как и при коммунизме, часть доносов работает против системы. Например, в Следственный комитет РФ поступила жалоба на Наталью Поклонскую за дискредитацию вооруженных сил России при помощи детского рисунка, продемонстрированного в телепередаче. Случай с персоной, предавшей Украину ради депутатского кресла в Госдуме РФ пока что воспринимается как курьез, но это лишь первая ласточка, которая весну не делает, но предвещает. Другой донос коснулся матерой российской пропагандистки Марины Овсянниковой, вздумавшей переквалифицироваться в хорошие русские. По обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ суд приговорил ее к штрафу в 30 тысяч рублей. Хотя этот случай скорее добавляет ей ауру борца за мир и прекрасную Россию будущего, под которой подразумевается сохранение Российской империи. Но лиха беда начала. Кляузники наносят удары, невзирая, кто хороший русский, а кто еще лучше. Одна жительница Москвы изучила соцсети одноклассницы дочери и написала донос на восьмилетнюю девочку. Так она решила отомстить ребенку, якобы обижавшую ее дочь. Поводом для заявления в полицию стал видеоролик в соцсети лайки, на котором девочка смяла руками лист бумаги с нарисованным флагом России и показала рисунок с флагом Украины. Москвичка написала на ребенка заявление в полицию. По ее мнению, своей записью школьница выразила русофобскую позицию. Против жителя Рязанской области Василия Большакова открыли уголовное дело из-за анекдотов в соцсети ВКонтакте. Он опубликовал гипотетический разговор президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов. На Большакова написали несколько доносов. 14 февраля силовики пришли к нему домой, избили, надели наручники, провели обыск, изъяли телефоны и ноутбук. Дата на постановление о возбуждении уголовного дела символическая 24 февраля 2023 года. Мужчине грозит три года тюрьмы. Жителя Москвы Юрия Самойлова арестовали на 14 суток по статье о распространении экстремистских материалов. Утром 17 марта в метро один из пассажиров увидел в его телефоне картинки, дискредитирующие российскую армию и вызвал полицию. Через несколько станций полицейские задержали Самойлова. Подобные случаи будут лишь значительно умножаться со временем. На России меняются режимы, названия страны, но феномен стукачества лишь укрепляется. Вящему удовольствию всего многонационального народа. Иного и быть не может в обществе, где поддержание порядка зиждется на доносах, а население старается угодить власть имущим. Власть получает дивиденды в виде вседозволенности и бесконтрольности. Стукачи ощущают личную значимость и причастность к сохранению величия империи. Без кои россияне не могут себя помыслить. И нечего все валить на власть, мол, виноват один Путин. Или в зависимости от контекста Сталин, Ленин или Иван Калита. Как сказал российский литератор Сергей Довлатов, мы без конца проклинаем товарища Сталина. И разумеется за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте нас на Патреон, там вы можете найти множество дополнительных видео. Также напоминаю, что мы есть в Телеграм и Твиттер. Все ссылки в описании. Всем украинцам скорейшей победы. Слава Украине! Украинцам